Музыка Господин Ховрудинов очень хорошо дал историю. Получилось так, что я продолжаю его тему, потому что после того, как началась наша перестройка, и когда мы выяснили, что от города Казани практически ничего не осталось, естественно, очень важно было сохранить тот небольшой фрагмент, который уцелел, называемый сегодня татарской слободой, старой татарской слободой. Его голоса никто не выносит, я так понимаю, и техника тоже. Нормально так? Нормально. Вот так слышно, все для всем. Поэтому, когда мы готовили материал, то, естественно, вообще ничего не слышно. Вот так. Я говорю и пытаются как-то поймать, видимо, что-то усредненное. В татарской слободе сегодня есть несколько узлов, которые хорошо бы ввести в наше с вами экскурсионное поле. Потому что у нас ведь в основном как ограничивается татарская слобода? Это прогулка по небольшому фрагменту улицы Каюна-Сырей. И дальше некоторые выходят на площадь Юнусовскую. И все. А дальше нет. Дальше времени не хватает и возможностей нет. Но интерес к этому углу очень большой. И очень часто люди, приезжающие к нам, спрашивают, ну а покажите нам татарскую слободу. Вот не этот лубок, не эту картинку, которая на улице Каюна-Сырей, а настоящую слободу. И вот тут, конечно, можно очень хорошо расширить этот маршрут, сделать его более объемным и более, наверное, весомым. Вот об этом сегодня мы и поговорим с вами. Схема, которую мы предлагаем, я ее сейчас проговариваю, а вы для себя, пожалуйста, зафиксируйте. Потому что схему мы создавали совместно с префектурой Старой Татарской Слободы. Это было еще в 2003 году, когда было открытие этого маршрута. Это была первая префектура. Она работала на улице Тукая-106. И мы там с ними очень много обсуждали, какие места показать, какие объекты показать. Но, слава богу, практически все, что в этой схеме есть, и сегодня тоже существует. Поэтому, дорогие друзья, начинаем мы этот маршрут на берегу озера Кабан у театра имени Галиаскара Камала. Там мы встречаемся с группой, там мы с ними обсуждаем, что мы посмотрим. Кратко обговариваем маршрут, что мы пройдем по набережной Марджани, что мы выйдем на улицу Каюм-на-Сыри, что мы проследуем на площадь Юносовскую. Оттуда по Тукаевской улице мы перейдем через проспект Татарстан в район улицы Парижской коммуны. И оттуда мы по улице Парижской коммуны выходим на улицу Московскую. И по улице Московской вновь доходим до улицы Татарстан напротив памятника Шурале. Напротив памятника Шурале мы завершаем эту прогулку. Когда мы этот маршрут обсуждали, еще не было памятника Салиху Зайдашеву, еще не было нашего прекрасного Акбарса, который на мосту стоит. Этого ничего не было. Поэтому, когда мы этот маршрут делали, мы вот завершали так. Сегодня можно дополнить его теми новыми объектами, которые я только что назвала. Что мы говорим? У озера Кабан, естественно, краткая характеристика этого водоема, его роль в истории города, его значение. Водоем этот, все вы знаете, природный, уникальный. Немногие города могут похвастаться таким водоемом. Об озере Кабан говоря, естественно, тут мы не можем не коснуться того, что когда-то он был загородным местом отдыха. И что именно в нем, как говорит наше предание, утопили все сокровища ханской казны. Потому что это знают, это интересно, это действительно хорошо звучит. Тут можно немножко поподробнее рассказать при наличии времени. Затем мы даем материалы по самой татарской слободе, по ее истории, по ее формированию. После того, как Казань была завоевана, ведь не все татары покинули город. Кое-кто оставался, те, кто был лоялен к новой русской администрации. Но в 1553 году вспыхивает мощное восстание по попытке возрождения казанского ханства. И после этого, в общем-то, и был тот жестокий указ царя Ивана IV, всех татар вон. И им запретили под страхом смертной казни заходить в город. Об этом еще писал и Карл Фукс, об этом пишал Адам Алиарий, который был в 30-х годах 17 века в нашем крае. И он тоже это упоминал, то есть указ действовал. После того, когда татар выселили, то первые 150 дворов и были образованы. Какой была татарская слобода, ну, тут очень хорошо помогает та реконструкция, которая была проведена. Хотя, конечно, она не возрождает ту слободу, потому что первая слобода, она была деревянной, она была в болотистой, сырой местности, она была некомфортной. Об этом, кстати, есть прекрасное описание, которое дал нам Каюна Сырей. Если у вас нет, то я позволю себе его зачитать. По свидетельству Каюна Сырей, первоначальная слобода представляла собой улицу вдоль берега озера Кабан, отделявшуюся от города рогатками и посадскими стенами. А вот первое упоминание о слободе в официальных документах – это 1556 год, это песцовая книга. Ой, простите, 1565 год, прошу извинения. В это время вот как раз и оформлено, что в слободе 150 дворов. Это уже была перепись для налогообложения, поэтому, естественно, все было тщательно осмотрено. Большая часть домов в татарских слободах строилась из дерева, иногда с кирпичным низом. Все мы знаем, что татары после того, как Казанский край был завоеван, у них было жесткое ограничение в профессиях, абсолютно была запрещена деятельность кузнецов, ювелиров, абсолютно была запрещена любая торговая операция, только в сельской местности им разрешалось торговать. В городе Казани торговля стала оживать уже с начала XVII века, а вот конец XVI века – это очень жесткие ограничения. Дома возводили по традициям деревенской усадьбы с углубленной постановкой жилого дома и раскиданными по двору надворными постройками. Характерно отметить, что в это время в татарских усадьбах никаких садов не было, ведь они кочевники, они как бы такой традиции даже не имели, поэтому сады появились гораздо позже. То та татарская усадьба, когда дом, выходящий на красную линию улицы, и садовые какие-то насаждения в дальней части двора – это уже вот, в общем-то, XVIII и даже больше XIX век. А в начале садов не было. Ну, правда, татары всегда возле дома сажали рябинки, березки. Это тоже была традиция. Считались эти деревья оберегами, поэтому они обязательно были. Деревянные дома строились с ярко выраженными чертами национального зодчества, с красивыми фронтонами, воротами, с накладным полихромным декором. И сегодня, в общем-то, это попытались немножечко возродить на улице Каема-на-Сыре. Мы с вами эти обрезчики видели. Хотя, честно говоря, они немножечко помпезно выглядят, потому что в Слободе таких высоких домов, таких ярко расписанных, было немного. Но они были. В основном был деревянный узор – это либо пропеловка дерева, либо накладные какие-то детали, украшавшие ворота, и иногда окна домов. Внутри усадьбы дома соединялись между собой часто по второму этажу скрытыми галереями. Были узорчатые рамы, разноцветные стекла, такое витражное остекление, оно было характерно. Это традиция, пришедшая еще в незапамятные времена. Видимо, путешественники, побывавшие в Средней Азии, видели эти витражи. Кто-то бывал и в других регионах, на Ближнем Востоке. Все это там было очень и очень распространено. И Татарская Слобода начального периода – это, в общем-то, несколько улиц с тупиковыми окончаниями. Не прямые. Прямых улиц, в общем-то, там не было. Начиналась главная улица с кладбища и заканчивалась у деревни Плетини. Ну, в принципе, можно сказать, что это направление сохраняется и сегодня. Все улицы, они вот так и идут вдоль озера, идут от современной улицы Татарстан вглубь. И кончались они там, где сегодня находится Юнусовская площадь. Именно там располагалась деревня Плетини. Застройка велась в виде замкнутых квадратов. Это восточная традиция. И первые две улицы – это левая набережная Кабана, ныне улица Шигабудина-Марджани, и Захарьевская, улица Миллионщиков, ныне Каем-Назири. Обе эти улицы оформились в современном направлении и в современных размерах приблизительно к 1840 годам. Именно тогда они уже были обозначены. Место за Кабаном для жилья было очень неблагоприятным, потому что территория была болотистая, низменная. Сюда подходили весенние паводки. Волга разливалась. И ведь иногда воды Волги даже доходили до озера Кабан. Такие упоминания есть. Татары, проживавшие в Слободе, считались лояльными к русским властям, но к ним отношение было настороженное. То есть они не считались до конца благонадежными. И им строго запрещалось, как я уже сказала, посещать русскую часть города. И вот единственная дорога, по которой они могли это сделать, – это тот самый знаменитый татарский мост, сегодня расширенный, сегодня увеличенный, там, где сегодня стоит наш Акбарс. И это проезжая часть, которая соединяет правый и левый берега озера Кабан. Большинство жителей в то время занималось хлебопашеством. И вся эта работа была вне зоны города. Часть татар, он уже начинает отрываться от земли, занимается ремеслами. И так как в XVII веке именно торговые операции им были разрешены, это была единственная сфера деятельности, которая оказалась свободной, разрешенной. В то время купцам, приезжающим, традиционные ведь были связи с Ближним Востоком, со Средней Азией. Так вот, купцы, приезжавшие на землю Московии, им только в двух городах разрешалась торговля. Только в Астрахани и в Казани. И вот именно тогда тот остров, который назывался Гостиным, а потом стали называть островом Маркиз, и постепенно становится местром международной торговли. Именно туда подходили по Волге караваны судов. Именно на эту землю свободно выходили, и там происходила торговля. Некоторая часть судов могла подойти поближе к территории, которая позже была названа ярмарочной площадью, и там торговали. Ну а в Татарской Слободе торг сложился на берегу озера Кабан. Там, где сегодня стоит театр Камала, там, где сегодня стоит бывшее здание гостиницы «Булгар». Вот это огромное пространство, а оно было огромным, оно не было заселенным в то время, потому что Слобода вся формировалась только по берегу озера Кабан. То есть вся та часть, которая сегодня занята татарской усадьбой, и ближе к префектуре Старой Татарской Слободы. Вот этот уголок и был, собственно, Татарской Слободой. Это постепенно, чуть позже, она стала выходить в район современной улицы Московской. Я говорю о XVI и первой половине XVII века. В это время торговая площадь татарская, она оформилась на берегу озера Кабан, туда съезжалась округа. Жить надо, товары в супермаркете не купишь, ничего этого еще не было. Поэтому единственное место, где можно было обменяться товарами, что-то приобрести из продуктов питания, из одежды, из того, что нужно во дворе, та же конская обрежь или еще что-то, то же телегу, колесо или еще что-то, все это можно было купить только на этой площади. Поэтому вот этот район, он очень важен во время рассказа. Но продолжая говорить о том маршруте, о котором я говорила, мы с вами вышли на берег озера Кабан, прошли на набережную Шагабудина-Марджани. Это бывшая левая набережная. Здесь очень хорошо говорить о развитии самой Слободы. Начавшись в второй половине XVI века, она формировалась как единственный уголок, где сохранилась городская культура Казанского ханства. Государство было развалено после 1553-го, после 1556-го, это годы восстаний, когда пытались как бы восстановить утраченное местное население. Иван IV начинает жестокую политику подавления. И тогда все население не только из Казани изгонялось. Ведь если поехать сегодня по дорогам Татарстана, то мы с вами можем заметить, что татарские селения, они все далеко от дороги. Вдоль дороги в основном русские селения, а это был указ царя Ивана IV. За 40 километров татар от дорог угоняли. Им запрещалось селиться ближе, поэтому они вынуждены были уходить. А брошенные селения занимали русские переселенцы, которых сюда стали активно перевозить со Смоленщины, Рязанщины, Московщины, из Нижегородской области. Оттуда везли крестьян, они же были уже подневольными, поэтому их перевозили. И земля эта, щедро раздаваемая царем Иваном IV, становилась уже как бы территорией, где русское население появлялось. А татарам приходилось уходить на неудобье. Там, где, в общем-то, на пустом месте надо было заново строиться. Но тут я немножечко отвлекусь. Всё-таки на земле бывшего казанского ханства никогда не было такого гнёта, такого отношения к татарскому ясачному населению, подневольному населению, как было к русскому крестьянству. То есть они были тоже закрепещены, естественно. Но если русских крестьян можно было продавать в розницу и оптом, если можно было разлучать семьи, детей отрывать от матерей и продавать, то с татарами этого никогда не было. В татарской диаспоре это боялись сделать. И поэтому татарские семьи продавали только вместе. Их не разлучали, их не разрывали. Потому что в противном случае это было чревато восстаниями. Вот в 90-е годы, когда многое стало вновь обсуждаться и говориться, татарский общественный центр издал книжку. Ну, татарский общественный центр достаточно такая серьёзная организация. И к ней очень много было нареканий и критики. Упрекали в национализме. Но всё-таки хорошие они сделали. Была издана книжка, называлась она «Запрятанная история татар». Если кто-то почитает, то вы там найдёте сведения о восстаниях местных, которые сохранились в среде народной. Ибо в русских документах об этом даже часто не упоминали, даже не говорили. Ну, видимо, это было связано с тем, что не хотели гнев вызывать, что вот допустили такое. Поэтому эти сведения были собраны. И они, конечно же, дают более такую реалистичную картину, что долгое время край был очень неспокойный. И недаром сюда активно переселяли русское население. И недаром именно в регионе Среднего Поволжья Иван IV закладывает огромное множество крепостей именно для того, чтобы держать под контролем эту территорию. Но и татарская слобода, она тоже была под очень жёстким контролем. После того, как в середине уже XVII века начинается развитие татарской слободы, складывается целый ряд прослойки именно торговцев. Они занимались только торговлей, они занимались только торговыми операциями. Появляется большая территория, чисто ремесленная. Вот до сих пор ведь на улице Татарской слободы есть название Кунче, Софьян. А ведь это название сортов кожи. Поэтому это говорит о том, что это были районы ремесленные. Что здесь жили люди, которые этим занимались. Вот эти названия не дожили до наших дней. Уже сколько веков прошло. После того, как торговцам были даны экономические свободы, кстати, это были уже указы с потомков Романовых, это 1677-1688 годы, это уже был царевичи Фёдор и Пётр, двое царевич у нас было, как вы помните, с курса истории. Вот тогда им было разрешено свободно торговать по всей территории Казани. Вот только тогда. То есть это уже, в общем-то, вторая половина XVII века. И вот тогда начинается расширение татарской диаспоры. Она выходит на берег Булака. Она доходит до того места, где ныне находится колхозный рынок, улица Мартын-Нашлау, где мы с вами находимся. Это, в общем-то, территория бывшей Кураишевой слободы. Вот здесь как раз это всё было. И вот тогда-то и начинается строительство не только татарских домов, но и русских домов. Я немножко вперёд забежала, я прошу меня извинить, конечно, потому что если идти по маршруту, мы всё-таки с вами продолжим по маршруту. После того, как мы с вами прошли по набережной Кабана, мы с вами выходим в район улицы Зайни Султана. То есть мы прошли вдоль набережной, мы рассказали, как постепенно развивается слобода, как она застраивается, и вышли в район улицы Зайни Султана, и выходим мы в сторону мечети Марджани. К мечети Марджани, где мы с вами можем рассказать о том, что до Екатерины II, до её визита, никаких мечетей в татарской слободе не было. Правда, мы нашли упоминание, что были две деревянные мечети 1749-го и 1759-го годов. Но они были полулегальные. То есть они не были такой мечетью. Это скорее были молитвенные дома, куда просто мусульмане приходили на молитву, потому что религия сохранялась. И когда я сказала, что татарская слобода – это единственный уголок, где сохранилась именно городская культура, ведь жители города, выселенные за озеро Кабан, вынужденные жить только в этом небольшом анклаве, они же сохранили свою культуру, свои традиции, они дома строили, как привыкли, они жили своим привычным укладом. В других регионах это было порушено. А вот городская культура, она сохранилась только на этом небольшом кусочке. Так получилось. Своеобразный осколок Золотой Орды. После того, как в середине XVIII века печально известный казанский архиерей Лука Канашевич относился к татарам крайне жестоко. При нем слободу отгородили от города, от всего, рогатками. Из-за этих рогатки татары не имели права выходить. Насильно принуждали их к крещению. Естественно, все мечети-мадресы уничтожались. Как только об этом становилось известно, приходил отряд карательный, который разрушал все. В 1749 году в Казани был очень мощный пожар. И именно после этого пожара Лука Канашевич обвинил татарскую слободу в поджоге. Хотя пожар начался не там. Пожар начался ближе к русской части. Ну, вот так получилось. Он воспользовался этим и написал императрице, что Бог покарал татар, наслан на них небесный огонь. А посему татар нужно выселить еще дальше. И поэтому всех жителей старой, теперь уже старой слободы, переселяют на новое место в район современной улицы Фаткулина. Новая татарская слобода. То есть их отселили за болото в районе улицы Фаткулина, там, где сегодня стоит завод радиоприбор, там было болото. И вот за это болото туда и выселили татар. Ну, понятно, кто-то ушел, кто-то вернулся на старое место. После того, как Лука Канашевич в 1749 году еще большую половину захватил и построил там церковное владение. Это та самая церковь Захарии, которая потом дала название улицы. Это монастырь, который был по берегу. Остатки его сегодня, часть здания занимает банк. Это краснокаменное здание. И второе здание занимает сегодня техникум легкой промышленности. Это же бывшие монастырские строения. Вот после этого императрица еще и издала указ. Она фактически санкционировала создание новой татарской слободы. Это вот как бы по ее указу он был официально создан. Татарская слобода была переселена за плетени в район села Поповка. Сегодня этого села уже нет, оно все поглощено городом. И таким образом, только после 1767 года официально на земле татарской слободы была впервые вновь построена мечеть. Историю строительства мечети вы все прекрасно знаете, вы все ее прекрасно рассказываете. Хочу лишь сказать, что когда мы рассказываем об этой мечети, особенно когда внутрь заходим, ведь там в стену вмазана могильная плита, найденная. Когда заложили котлован, то наткнулись на остатки кладбища булгарской эпохи и нашли могильную плиту. И вот эту могильную плиту, ее сознательно как бы в стену внутреннюю в моровале, подчеркнув связь времен, что вот они ниточку протянули из той глубины веков уже вот к современной татарской слободы. Наверное, это была такая тоже акция, но достаточно значение имела. Строили ее 4 года, закончили в 1770 году, а вот строили всем миром, как тогда было принято традиционно. Вся махаля, вся округа собирала деньги, но самый большой внос сделали купцы Юнусовы, поэтому эту мечеть называли Юнусовской или же Эфенди, потому что к Юнусову обращались именно с этим титулом – Эфенди. Мечеть сегодня носит имя одного из известных просветителей – Шигабудина Марджани. В общем-то, он там работал, он был имамом, человеком весьма уважаемым, написавшим историю татар, который действительно был энциклопедически образован, человеком, который очень много сделал для того, чтобы татарская нация, в общем-то, окончательно оформилась. И так тоже можно сказать. Имя Шигабудина Марджани, так же, как имя Исмаила Бея-Гаспрингского, для крымских татар, для современного татарского народа, очень и очень весомое. Мечеть Марджани работала единственная все советское время, она не закрывалась. Это была единственная мечеть, которая в городе Казани функционирует, в общем-то, без перерыва. Ну, если только несколько дней, может быть, была закрыта во время вот этих революционных потрясений, когда действительно было очень сложно и даже опасно выходить на улицу. А так, в принципе, она не закрывалась, и до сих пор она является главной городской мечетью. Для многих интересно еще показать и вторую мечеть, которая находится чуть дальше. Если пройти по улице Кайома-на-Сыри, это бывшая Байская мечеть, которая сегодня носит имя одного из своих созидателей, Апанаевской мечети. Вы знаете, в татарской Слободе называли мечеть Эфенди и мечеть Ханум, потому что мечеть Марджани достаточно строгая, несмотря на весь декор, который оформляет ее окна. Ведь строил ее русский архитектор, и когда мы ее показываем, мы, конечно, упоминаем об этом, что он по-своему трансформировал свое видение мусульманского здания, и как-то его решил украсить, но так как он жил в эпоху классическую, поэтому здесь мы элементы классицизма можем показать. Это полуколонки с очень красивыми навершиями окон. Вот такая деталь. А вот мечеть Ханум — это Апанаевская. Она очень узорчатая, она очень эффектная, у нее очень дробленый фасад. И очень многие говорили, что вот та мечеть строгая, как мужчина строгий, а эта мечеть нарядная. И ведь недаром ее Эдвард Турнерелли назвал самой красивой мечетью города Казани. Она действительно была таковой. Но пока не было других, пока не появились другие мечети. После того, как в 1768 году был утвержден единый регулярный план Казани, то старая татарская слобода была разделена на две части. Ее северо-западная часть, та, которая ближе к городу, оказалась в городской черте. А вот та новая татарская слобода, она была практически загородной. Она считалась предместием. Новая слобода отличалась еще более неблагоприятными условиями для жизни. Ведь весной она превращалась, в общем-то, в остров, ибо Волга приходила, Кабан разливался. И это действительно был очень такой островок. Там небольшая очень возвышенность. В конце 1781 года была образована Казанская татарская ратуша. Это была новая структура, которая должна была заниматься самоуправлением татарской слободы. Это была мера в какой-то степени вынужденная, потому что татары русского языка не знали. При каких-то взаимоотношениях с русской чиновной администрацией, естественно, было много непониманий. А это все достаточно негативно воспринималось. Поэтому пошли на этот шаг. 1781 год. Казанская татарская ратуша, которая служила для более тесного взаимоотношения с русской администрацией. В ратушу избирали сроком на три года городской глава, два бургомистра и судьи. Были еще четыре ратмана, которые отвечали за небольшие фрагменты татарской слободы. В ведении ратуши были купцы и мещане, которые имели капитал не менее 500 рублей. И те, которые жили в новой и старой татарских слободках. Они-то и содержали эту слободу, простите, ратушу, потому что этот орган был выборный, в общем-то, общественный. Естественно, должна была быть создана, собрана небольшая мзда. Чем занималась татарская ратуша? Она оформляла записи в купечество и мещанство. Ведь с 1775 года в России все купеческое сословие было поделено согласно капиталу на три гильдии. Низшая третья, у кого побольше вторая, кто самый богатый первая. В результате в 1800 году в татарской слободе в Казани было зафиксировано восемь семей первой гильдии. То есть восемь купцов первой гильдии. 50 семей второй гильдии и 93 семьи третьей гильдии. Первая гильдия — это капитал более 700 тысяч, вторая гильдия — капитал до 500 тысяч, третья гильдия — капитал до 300 тысяч. Возможности ратуши были довольно широкими. Но, естественно, она была под жестким контролем русской администрации. То есть самостоятельно что-то делать все-таки они не могли. На все нужно было спрашивать благоволение, согласие, вышестоящие. С формированием купечества и купеческого капитала во второй половине XVIII века очень ярко начинает развиваться становление мануфактурной промышленности. Вот татарское население, кроме занятий торговлей и ремеслами, уже начинает создавать мануфактуры. Это и маловаренные заводы, татарские, кожевенные заводы, татарские. И, как ни странно, татары варили пиво, потому что продавали его русскому населению. Были и такие. На улице татарских слобод до сих пор сохранились дома людей, которые, в общем-то, оставили яркий след. Это Бахтеевы, Ибрагимовы, Мустакимовы, Алкины, Аитовы, Боязитовы, Апанаевы, Юнусовы, Исуповы. Это все фамилии татарского сословия купеческого. Если захотите подробно что-то о нем читать, очень хорошие книги были изданы к тысячелетию. Это двухтомник о татарском купечестве и золотые страницы татарского купечества. Они есть и в библиотеках. Я думаю, многие эти книги могли и прочесть. В южной части Слободы, там, где сегодня площадь Вахитовская, размещались те предприятия. То есть, жилая часть, она вот район улицы Каема-Насыри, улицы Ахтямова и немного, немного современной улицы Тукая до, в общем-то, до пивоваренных завода Оскара Пицольда. А вот дальше начинается территория промышленная. И завод Оскара Пицольда, и район современной площади Юносовской, простите, Вахитовской. Это вот как раз Крестовниковский маловаренный завод. Чуть дальше, в район, где сегодня находится Азимовская мечеть, там тоже были улицы, ремесленные, и там тоже были небольшие заводы. Ну что такое завод? Завод, в нашем понимании, это что-то такое очень многочисленное, а в то время заводом называли производство, где было три наемных работника, пять наемных работников, восемь наемных работников. То есть это были очень небольшие полукустарные производства, в общем-то. И ведь тогда мануфактуры, почему так и называется, в общем-то, все руками делали. И каких-то особых машин, приспособлений еще не было. Хотя в Европе они уже были. И особенно продвинутые, наверное, их тоже могли достать. В советский период и после него, особенно в перестройку, основная часть деревянных строений, которые мы все хорошо помним, в районах той же Тукаевской, Ахтямово, Нариманово, Фаткулино, почти все исчезли. Остался очень небольшой процент. Ну, наверное, объяснимо, потому что и старые были, и обветшалые. Поэтому сегодня от старой татарской слободы очень и очень немного осталось. Но, проходя далее, мы с вами выходим от мечети Марджани на улицу Киче, к мечети Апанаевской, как я уже сказала. И затем возвращаемся на улицу Фатиха Карима, по которой мы можем пройти к Юносовской площади. Здесь очень хорошо бы, конечно, показать тот самый знаменитый дом нашего Каушчи, который, к счастью, сегодня прекрасно отреставрирован. Но сегодня это гостиница. Если кто-то там был, там сегодня небольшая гостиница размещена. Дом Каушчи это деревянное строение, практически единственное подлинное, ну, во всяком случае на подлинном месте стоит. Дом этот был деревянный, очень резной. Сегодня его даже сделали более красивым, чем он был когда-то. такой вот яркой раскраски. Я, честно говоря, не помню, хотя там выросла. Но дом чисто внешне восстановили таким, каким он был. А из моего детства, если позволите, я помню дочерей этого Каушчи. Это были три глубокие старушки. Они после революции остались в этом доме. Их не выселили, им просто одну комнату оставили. И так как они были мусульманками, а родственников уже не было, никто их замуж не отдал. Они остались старыми девами. Но они были очень такими добрыми. И всех детишек, которые пробегали мимо, они обязательно одаривали конфетками. Вот такая была традиция. А мы это знали, и мы, конечно, этим пользовались. Обязательно туда бегали. Сегодня этот дом Каушчи стал, в общем-то, единственным напоминанием о том времени, когда здесь были дома, которые были вот такими. Но еще один дом, уже выходя на Юносовскую площадь, это дом, который находится с левой стороны, зеленого, яркого цвета. Он, в принципе, тоже сохранен очень неплохо. Хотя фасад немножечко искажен по сравнению с фотографиями 50-х, 60-х годов. То есть перестройка, это было частное владение, и хозяин вот как-то так увидел этот дом, немножко переделал верхнюю часть. Там был фронтон красивый, но его он убрал. Площадь, которая была Юносовской, она всегда была, в общем-то, центром, можно даже сказать, интеллектуальным. Дело все в том, что на этой площади жили самые богатые жители, это Юносовы. Почему площадь назвала Юносовской? Это Апаковы, это Апанаевы, это богатейшие семьи, которые имели не по одному дому в этом районе. И именно с этой Юносовской площадью сегодня связана очень большая проблема. Вот наша тема, она была заявлена как новая концепция старой татарской слободы. Но Лариса Анатольевна, она, к сожалению, не смогла сегодня прийти, поэтому мне как бы поручила рассказать о том, что они планируют. Там планируется оформить эту площадь. Сегодня она немножечко запущенная, немножечко безликая, хотя выходит прекрасная особня Каманаевых, выходит прекрасный дом Шамиля, великолепно сохраненный вот этот зеленоватый домик. Но что планируется сделать? вот когда нам это рассказали, честно говоря, вот в ужас просто пришли. На месте той части сквера, большой сквер, разделенный на четыре части, вы знаете, да? На месте той части сквера, которая примыкает к зеленому дому одноэтажному, они хотят сделать автопарковку. Да, они сказали, что а иначе где? А иначе негде. И получается, что вот татарскую слободу показывать можно, машина парковать либо вот в районе улицы Тукая, потому что кармашек для нас с вами предназначенный заезд на улицу Каема-Насырье, он всегда забит, вы же сами это знаете. И вот тогда нужно парковку сделать здесь напротив музея Тукая, потому что здесь люди могут выйти пойти на Каема-Насырье вернуться, и в музей Тукая сходить и вернуться. И хотя мы говорим, что тогда площадь полностью будет убита, потому что уже занят один кусок, там магазин бы хоть лево ткнули, уже убрали место кинотеатра Чаткы, об этом тоже сейчас расскажу, извините, немножечко так отвлеклась, но просто вот такова концепция. И я думаю, что мы с вами, сообщество экскурсоводов, просто обязаны здесь сказать свое весомое слово. Мы неравнодушные люди, товарищи. Если бы вы были равнодушными, вы бы сегодня сюда не пришли. Правда же? Поэтому мы с вами обязательно должны сказать свое слово. Сегодня есть эта возможность. Друзья мои, пожалуйста, пишите, пишите в прессу, пишите, сообщайте об этом, потому что если мы промолчим, будет то же самое, что произошло с садом за вторым корпусом КГУ. Мы все промолчали. И в результате сада нет. Парковка. Если будет, это слава Богу. Но это пока слова. Вот именно. Будет парковка. Поэтому, дорогие друзья, мы обязаны в это вмешаться, потому что если уберут этот сад, друзья, ну тогда вообще не останется ни одного зеленого уголка в Татарской Слободе. Ну нету. даже тот небольшой садик, который был рядом с парком, с Дворцом Культови, Миховщиков, вы посмотрите, там уже котлован роют. Там уже ничего нет. А ведь это был прекрасный сад. И он, если его сохранить, это же прекрасное место, куда вся округа пришла бы. А теперь его нет. И здесь тоже все хотят убрать. Хотят оставить небольшой кусочек рядом с музеем Тукая, в принципе, проходной. И тот, который рядом с домом Апанаева. Все. Вот эти, но это опять-таки сейчас. А пройдет еще 10 лет, машин станет еще больше, места для них надо. Там сегодня очень большой жилой куст построен на месте сожженных деревянных домов. И что? И тогда опять у нас ничего не будет? Поэтому мы, я думаю, обязательно тут должны как-то себя проявить. Но это такое предложение. Извините, я опять отвлеклась. Говоря о Юнусовской площади, обязательно нужно, конечно же, упомянуть о той роли, которую она играла в жизни татарской слободы. А Юнусовская площадь играла действительно очень важную роль. В общем-то, она и была образована. Это по указу Екатерина II, когда она посетила Казань, обратила внимание, что нет площади в татарской слободе. Что это такое? Это значит, люди не могут собраться и указ царский прослушать. Поэтому и было распоряжение. И площадь была здесь на окраине города, было выделено место, были убраны дома, которые были в этой части. Туда подальше, к Голубой мечети, было кладбище. Его убрали. И вот Юнусовы, которые владели землею и были здесь именивать дом Апанаевых, он же стоит как раз на том участке, где был дом Юнусова, который дал имя этой площади. Они другую землю взяли и построили огромное имение. Это следующий квартал за улочкой Софьян. Следующий квартал, там, где, помните, стояли четыреэтажные дома, для рабочих построенные. Сегодня верхнюю часть убрали, оставили только два нижних этажа, восстановили усадьбу Юнусовых. Вот это весь квартал усадьбы Юнусовых. А со стороны Кабана примыкало имение Апанаевых. Там два дома Апанаевых сохранились. В одном сегодня префектура, второй двухэтажный каменный, тоже прекрасно отреставрированный. Сегодня пока его арендаторы занимают. Вот вот это два богатейших фамилий как бы отошли. А Юнусовская площадь, место освобождено оказалось. И уже в советское время здесь появились скверы. Причем скверы были. И возле дома Шамиля был сад. Вот этот. И возле дома Апанаева был сад. потому это было имение. И небольшая зона была. Дом Апанаевых это здание сегодня занятое центром здоровья. И когда показываем этот дом, друзья, пожалуйста, обратите внимание на балкон Эркер. На вершине арабская вязь. Это девиз рода Апанаевых. В переводе спеши творить добро. Прекрасный девиз. И этот дом, где Апанаевы впервые оборудовали для жителей татарской слободы рентгеновский кабинет. Апанаев сам закупил рентгеновскую аппаратуру. Это было в годы перед Первой мировой войной. И вот потому что туберкулез, чахотка болели очень многие. И кстати предстоители богатого сословия тоже не были от этого освобождены. Тоже ведь многие болели. Поэтому Апанаев и закупил вот этот кабинет, который потом был естественно национализирован. И одна из самых первых больниц была вот в этом особняке. Там до сих пор седьмая поликлиника, как вы знаете. Ну и про дом Шамиля. Я думаю, про дом Шамиля вы все знаете, что это дом, который был построен Апаковым. Потом это не этот дом, а дом, стоявший до него. Потому что дом был иной. Этот особняк, когда дочь его, Биби Марьям Бану, вышла замуж за среднего сына горца Шамиля, он был подарен как свадебный дар, где семья жила. Сын горца Шамиля, Мухаммед Шафи, он приехал в Казань уже ему было за 40 лет, вышел в отставку. Здесь вот он женился на Биби Марьям Бану, у них родилась дочь, которая впоследствии вышла замуж за революционера по кличке Махачкала. Вот такие параллели. В 1986 году особняк, построенный в 1906 году архитектором Амлонгом, был подарен нашему Габдуле Тукаю. Я так очень коротко, потому что вы все это знаете уже, товарищи. Далее от этой Юнуссовской площади Далее Александр назовите все скверы, пожалуйста. А, да. Дело в том, что у каждого сквера, который... Да. Дело в том, что у всех скверов, которые были на этой площади, были такие прозвища. Жители их так называли. Вот сквер у дома Шамиля это был сад любви. Сад любви. возле бывшего кинотеатра Тукая, которого нет, это был сад встреч. Возле дома Апанаева это был сад слез. А возле богодельни татарской, а зеленое здание это бывшее богоделье, там, где был памятник Мулануру Вахитову, это был сад прощений. Когда я спросила своего деда, почему так называли, он мне объяснил, как. В татарской слободе жили по законам шариата, а по законам шариата молодые люди самостоятельно не могли связать свои судьбы. И поэтому это было место, где гуляли, на площади прогуливались, там были скамейки, там можно было посидеть, были фонарики, ну и молодые люди, есть молодые, встречались глазами, наверное, какие-то симпатии возникали, но прощались, плакали и расставались. Вот такие народные прозвищи, товарищи, они неофициальные, хочу сказать сразу. Иногда, вот особенно в последнее время, сквер у бывшего кинотеатра Тукая еще назвали сатанцев. Почему? А потому что, ведь вы знаете, как этот старый кинотеатр Тукая, вот не тот, который большинство из вас видело, а старый деревянный дом стоял на этом месте. Это же был барский особняк, это был дворянский особняк, который в 1928 году перекатили на эту улицу с Арского поля. Помните, у Михалкова дом переехал? Вот это было модно. Еще даже фильм есть такой, может быть, кто-то видел, как целый дом перевозят. Вот так же у нас в Казани один из особняков Сарского поля по улице нынешней Вишневского спустили и через Вахитовскую площадь дотащили до этого места. И здесь его поставили. И это был кинотеатр Чатклы, Искорки. 1930 год образуется студия, киностудия в Казани. для чего? Ведь цель этой киностудии была переводить фильмы на татарский язык. Татарское население все равно плохо знало русский язык. Очень много приезжих из села, где русского языка нет вообще, поэтому, чтобы им было понятно, для них переводили эти вот фильмы. Очень были популярны фильмы, рассказывающие о истории. В это время снимаются фильмы и о взятии Казани, еще не мы были фильмы тогда, начало 30-х годов. То есть, для того, чтобы публика это понимала, в татарской Слободе сознательно был создан кинотеатр Чатклы, а рядом с ним была танцплощадка, веранда, где играл духовой оркестр. Приходили оркестранты, это были военные оркестры до Великой Отечественной войны, и духовой оркестр, что-то типа такой ракушечки, но не ракушка в полном понимании, просто площадка, где стоял оркестр, а рядом в этом пространстве танцевали. То есть, хотели приобщить молодежь, в первую очередь, конечно, к новой жизни, к новациям. Вот цель была. А еще перед фильмами обязательно были такие выступления агитаторов, разъясняли политику, той же коллективизации, политике партии, ну вот такие небольшие выступления были. А уже после Великой Отечественной войны в кинотеатре очень часто выступали оркестр Деринга приходил, играл, он часто выходил в другие кинотеатры, не только в Татарстане он играл, не только в Родине, он выходил и в небольшие периферийные кинотеатры. Тогда ведь было более 15 кинотеатров по городу Казани, поэтому выступали артисты, у нас очень часто приезжали деятели кино, были творческие встречи, на которые люди, купившие билет, могли пообщаться, вопросы задать, услышать, как снимался тот или иной фильм. Все это было, вот это было все в старом кинотеатре Чат-Кэй. Сейчас скажу, в 60, 60, 65-м году старый кинотеатр убрали и построили новый, тот, который большинство из вас уже видело. Это был абсолютно новый кинотеатр, хороший или плохой, не знаю, но теперь его нет. Это место сегодня занимает магазин Бахатле. Остановка объявляет кинотеатр Тукая. Да, до сих пор так объявляет, потому что люди знают кинотеатр Тукая, может быть, когда это будет переименовано. Вот это то, что касается площади Юносовской. Извините, я еще не сказала о том, что ведь на этой площади, вот когда вам говорил господин Фахрудинов, что в 1917-1918 годах тоже очень большую работу вели, именно на этой площади проводили митинги, именно на этой площади агитировали вступить в Красную Армию, именно здесь сформирован был первый мусульманский полк, и перед ними выступал Муланур Вахитов, который был, Тукая проводили с этой площади, потому что, и, кстати, об этом тоже есть очень интересное воспоминание, потому что народу было так много, что гроб, носилки с телом поэта, его же несли, не могли идти, плотная толпа стояла, и тогда их подняли и над головами, просто вот передавали, 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 и увезли на Мазарки. Мазарки – это татарское кладбище. Ну и здесь же выступал Муланур Вахитов, и поэт именно здесь поставил ему памятник, но он был из гипса. Фотографии сохранились, как вы знаете, в 1930 году памятник установленный, но буквально очень быстро он оплыл и рассыпался. Остался только постамент, вот постамент я еще помню, в 1968 году постамент еще стоял, потому что у меня фотография есть 1968 года, а вот когда он исчез, я уже не знаю, потому что я уже уехала оттуда, поэтому мне трудно сказать, когда он окончательно исчез. Я помню только, что постамент был, на него потом поставили вазон такой с цветами, ну, ваза, и рядом построили такую беседку, красивая, красивая была беседка долгое время, ну, деревянная тоже простояла, наверное, лет 15-20, потом ее тоже не стало. После Юносовской площади, которую, я думаю, вы теперь тоже уже немножко лучше представляете, мы предлагаем пройти по улице Тукая, по улице Тукая до перекрестка Тукая-Татарстан, потому что именно там, в той части улице сохранился своеобразный просветительский центр Татарской Слободы, а это действительно было так. В Слободе, как вы знаете, было немало медресе, ну, медресе Марджания, это ныне Казанский Исламский колледж, медресе Усмания, Касимия, рядом с Апанаевской мечетью, и медресе Мохаммадия, самое известное медресе города Казани и, в общем-то, Казанской губернии. А почему оно было столь популярно? Это медресе находилось рядом с пятой, так называемой, Галиевской мечетью. Это мечеть, которая сегодня восстанавливается, бывший дом колхозника, если вы представляете, на улице Тукая, перекресток Парижской коммуны и Тукая. Она так немножко углом стоит, как вы знаете, все мечети на Мекку, ориентирована вот эта мечеть, она также строилась на Мекку. Это пятая Галиевская мечеть. Галиевская, потому что там имамом был Галиев, один из первых имамов, и вот по его имени эту мечеть так и называли. Ну, а потом в этой мечети был человек, который действительно совершил очень большое дело в деле, так, он впервые создал расписание, как учили в мечети. Приходили ребята от шести-семи лет до восемнадцати лет. Обычно это было одно помещение, где все вот так садились, ну, садились на пол, традиционно на полу сидели, и нараспев учили наизусть Коран, потому что это было обязательно. Кому-то объясняли начало грамоты буквы арабского алфавита, арабские буквы это же было и алфавит татарского языка, поэтому они должны были их знать. Кто-то уже какую-то середину читал Коран, кто-то начало, кто-то конец, и все это шум, гвалт, это учить было очень тяжело. Учил обычно мула, человек уже образованный, грамотный, и вот как бы передавал свои знания, отвечал на вопросы немножко по географии, немножко, может быть, по истории, немножко, может быть, по каким-то еще сферам знания, по астрономии, если знал, а больше ничего не было. И вот Гали Боруди, который был имамом мечети Галиевской, вот он впервые ввел порядок, он ввел расписание, и он говорил, вот с такого до такого часа приходят маленькие, с такого до такого часа приходят постарше, с такого до такого часа приходят взрослые. Ну, как бы немножечко развел возрастные группы. И самая большая сослуга Гали Боруди, человека очень образованного, человека, который совершал в общем-то интересные воежи, много путешествовал в свое время, когда был еще молод, он имел широкий кругозор, и как Шикабудин Марджани, как позднее Гаяс Исхаки, как многие другие прогрессивные деятели татарской диаспоры, он понимал, что учить по старинке уже нельзя, мир изменился, мир совсем другой, и для того, чтобы татары вписались в этот мир, нужно получать больший цикл знаний, вот именно поэтому он стал приглашать в этом адресе преподавателей Казанского университета, юристов, историков, филологов, и они читали лекции, и благодаря этому в этом адресе ну просто валом повалили, там же училось до 500 шакирдов, и об этом адресе обязательно надо рассказать, потому что действительно слава была очень большая, медресе Мухаммадия знали и на Ближнем Востоке, знали в Средней Азии, сюда приезжали шакирды из всего сибирского региона, приезжали из Средней Азии, из Каира, из Багдада сюда ехали, только потому, что здесь получали хорошее образование, поэтому медресе Мухаммадия это одно из таких вот ярчайших точек на земле, территории, о которой мы с вами говорим. А напротив, вот Матресе Мухаммадия вы представили, да, мечеть и рядом медресе. Ну, если захотите почитать поподробнее о этом медресе, я думаю, что вы найдете материал, сегодня он есть, и в литературе можно найти, и в публикациях, и, естественно, в интернете. Только единственное, что в интернете обязательно смотрите, откуда взят материал. К сожалению, в интернете очень часто бывает, ну, скажем так, желаемое выдается за действительное. Кто-то что-то придумал и выкладывает, а если не проверишь и начнешь пользоваться, можно оказаться в очень, ну, такой некрасивой ситуации.